привет всем вы на канале позитивный огород и сегодня хочу сделать обзор рассады у нас 25 апреля такой же дельфиниум вырос до самых первых посевов очень он прям такой лохматенький хорошенький дельфиниум наверное скоро я его пересажу уже теплицу но пока высаживать в открытый грунт его у нас рано здесь земляничка воронцы ленмахер дальше сельдерей корневой и лучок подстриженный лучок уже тут самый такой реденький уже очень такой прям хорошенький тем натуральные такие маленькие луковички уже формируются не знаю хорошо это или плохо вот подстриженного меня может его стоит конечно сейчас уже чем-то подкормить подумаю над этим но так конечно уже многое нужно высаживать но высаживать у нас еще так опасно опасно и покажу вам земляничку которую не растет в общей емкости это у нас контейнер из-под тортика такая землячка вот эта белоплодная вся а с краешку там немножко лесной сказки красненькой землячки так она достаточно так все неплохо чувствует первое время она была совсем совсем такая малютка и совсем не росла вот сейчас она прям пошла в рост конечно лучше бы ее рассадить она тогда вообще была большая но место опять же таки мало поэтому пускай наверное но мне будет сидеть так до самой высадки а потом уже и высажу в открытый грунт из этой емкости это у нас гелиотроп уже его тоже скорее всего нужно рассаживать достаточно тоже хорошенький без подсветки на мне стоит на подоконнике и прекрасно себя чувствует так здесь мне астра белая башня тоже нужно уже пересаживать в теплицу может быть в эти выходные высажу уж немножко попозже но но что же такая достаточно большая астричка выросла уже хорошая астра здесь часть томатов растет перчик тоже немножко растет вот это томата у нас московский дельфкатес такие достаточно вытянутые ничего страшного так считаю что тоже неплохая рассада и здесь у меня под подсветкой находится земляничка это самых тоже поздних посевок она конечно такая мелковатенькая которая пораньше посеян она побольше этих емкостях она растет принципе и должно хватить их вот уж потом можно будет высадить спокойно здесь баклажаны такие они тоже уже прям выросли в этом году неплохие баклажаны они слава богу пока не перерастают вот такие достаточно высокие здесь томаты и перец перец конечно просто буйствует такой перец вырос целый заросли уже он набирает цвет этот все серо не перец он набирает цвет уже который попозже он получше он прям совсем уже набрал бутоны потом перец конечно прям такой классный вырос целый заросли перца и томаты томаты которые низкорослые они и достаточно хорошие то есть они не переросли у меня потом я покажу высокорослые они поперерастали все на низкорослые вот эти салоха демидов они такие достаточно хорошие здесь у нас тоже томаты баклажаны там еще дальше у меня немножко растет баклажанов тоже так неплохая рассада но место конечно мало поэтому она немножко такая она скованная если место предоставить гораздо больше тогда бы она была просто очень хорошая так тоже неплохо на следующий год просто поменьше буду садить в этом году как-то у меня немножечко переборщил потому что перца прямо очень много и под подсветку гораздо быстрее растет все даже перерастает но не думаю что ранний перец что он набрал такие цветы что это плохо именно для раннего урожая это очень хорошо потом в принципе она будет вторая волна плодоношение у нас еще у нас одарит просто хорошими плодами и томаты это конечно мое расстройство в этом году высокорослые черри томаты просто выросли огромные они переросли вытянулись поэтому я не люблю честно говоря сеять вот эти вот высокорослые томаты раньше я их сею гораздо меньше в этом году они опять у меня вытянулись здесь нет подсветки поэтому такие дела с ними произошли даже куда-то мне их расставить них некуда просто расставить мне нет места ничего страшного как бы я себя еще успокаиваю тем что томаты это такая достаточно живучая культура и они переносят все плохое все неудобства но все равно не должны отрасти укрепиться у них стволик в теплице все с ними будет прекрасно я так думаю может быть попробую еще их вынести сейчас на веранду там нас похолоднее может они хоть какой-то у них рост это замедлится как-то с ними что-то сделать надо будет а так они мне подсыпаны земелька еще досыпано чтобы корешки дополнительные образовывались и потом при высадке можем их заглубить совершенно спокойно некоторые прям садят их лёжа и заглубляют чтобы посадить лёжа нужно прям убрать листочки чтобы у нас места немножко поджили и затем мы их спокойно высадим здесь тоже томатики это у нас балконное чудо но прямо не балконное здоровенное чудо выросло там еще клубничка тоже кое-какая но это совсем плохенькая какая-то кубничка хотя он там кустики неплохие здесь у нас астра такая наверно красненькая аметист сели такая тоже достаточно неплохая и можно будет тоже высадить кактусы растут кто знает какие-то кактусы подскажите не знаю название совсем уже в стареньких таких горшках растут совсем от их стеснили вместо им мало так это у нас лук порей тоже я в этом году хочу просто сделать так что крупные экземпляры я их посею точнее посажу в открытый грунт уже пореже а вот эти мелкие луковички я их посажу погуще они просто будут на на зелень на летнее потребление и вот у нас перчик это так это у нас воловье ухо их взял пять штучек наверное ли 6 зашло емкости не растут только их поставили на подоконник они стояли под подсветкой и были они достаточно таки не очень хорошие но только вот им свет дашь и они сразу начинают зеленеть так у них макушка такая сразу красивая становится поэтому всему нужен свет и место но не хватает места но тоже неплохой результат перец он не вытягивается он не перерастает в принципе он достаточно такой хорошенький и покажу вам устому совсем про нее забыл такая вот устомка уже третий листочек начинает у нее листья такая неплохая по крайней мере для первого раза что я и все и первый раз и вообще как бы это первый опыт я думаю что тоже она неплохая можно будет посадить какие-то киев горшочки соответственно затем если она даже не успеет вдруг соцвести можно кто-то занести в дом и она у нас зацветет дома ну то есть он все-таки какая у нас был какое будет лето какая будет осень мы не знаем как-нибудь из этой ситуации выйдем в плюсе и совсем у меня вот так зажатый там уголке сидит ананас такой тоже достаточно неплохо растет потому что когда я разберусь это рассады вам покажу его надо будет пересадить потому что он уже вырос же он перерос из этой емкости такой тоже красивенький ему даже лучше что он мне кажется вот так вот в таком затенении стоит он даже лучше мне кажется себя чувствует поэтому носик тоже растет во всем тем кому понравилось видео подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч